Друзья, всем привет! С вами Алка-сенсей и сегодня у нас коньячный выпуск. Напиток, который постоянно мозолил мне глаза и который я не решался купить до сегодняшнего дня, но сегодня свершилось. Друзья, встречаем! Grand Bray, коньяк прямиком из Франции, выдержка VSOP, что означает не менее 4 лет. Коньячные дистилляты выдержаны и стоимость этого чуда 1599 рублей. Я никогда ранее его не пробовал, для меня это диковинная новинка и сейчас мы с вами ее, так сказать, протестируем на предмет, годится или нет. Платить такие немаленькие, скажу, деньги, хотя с другой стороны, все-таки VSOP, это же вам не VSOP. VSOP, кстати, стоила по акции дешевле 1000 рублей. 900, по-моему, что ли, 99, не помню сейчас точно. Ну да ладно, сейчас речь не о ней, а об этом прекрасном, интересном напитке из Франции, из города Коньяк, раз называется Коньяк. Давайте немножечко сейчас о нем поподробнее поговорим. Мягкий, достаточно легкий коньяк, Гранд Брей, VSOP, производится из коньячных спиртов, Гранд Эпти, Шампани, выдержан, Шампани, наверное. Выдержанный в дубовых бочках в течение 10 лет, о, какой 10 лет, это 4 года, ребята. Кто писал описание? Ээээ, 10 лет это Иксо. Ладно, что там дальше читать, если они тут фигню какую-то пишут. Давайте откроем, нальем и посмотрим. Так, приобрел ванильные ягодные оттенки, тона засахаренного имбиря и персика. В 2010 году на конкурсе Los Angeles International Wine Competition коньяк Гранд Брей в VSOP завоевал бронзовую медаль. Ладно. Небольшое производство качественных коньяков, которое расположено в самом сердце сельской местности Шаранта, Гранд Брей выпускает целый ряд коньяков, изготовленных в элегантном классическом стиле. Производитель называет свою продукцию люкс à la francais, французская роскошь, и старается, чтобы коньяки Гранд Брей походили на купажи прошлых эпох. Сегодня коньяк Гранд Брей является частью более крупной компании Тесандье, но стремится оставаться верным своему наследию. Так, значит, что? Внешний вид. Внешний вид классический, такой скромный, не ярко кричащий. Спокойная бутылочка в плане классическая, без всяких таких выделываний. Красивая такая вот гербовая такая штучечка вот здесь, вот видите, печать. Гранд Брей, G и B буквы, вот здесь вот. Ну, вообще неплохо сделано, неплохо сделано. Что мне не понравилось? Значит, задняя переводная этикетка, я еле разобрал, это с большим трудом. Ну, в общем-то, ладно, здесь не особенно нам интересно. Изготовлено из винограда различных лет урожая, место происхождения винограда Франция. Давайте нальем. А то мы говорим, 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 говорим. Мягкий, элегантный вкус. Кстати, пробочка натуральная. Угу. Производители, которые делают семилетние коньяки и ставят туда пластик. Возьмите на заметку. Еще раз повторюсь, для ВСОП стоимость 1600 рублей, для французского ВСОП, 1600 рублей это реально очень низкая стоимость. Потому что ВСОПшки идут, если брать такие бренды крутые, по типу Курвазье, да, этот самый, Рами Мартан, Мартель. Вот в ВСОП выдержки все около 3000 рублей будут стоить сейчас, вот в данный, так сказать, ценовой промежуток. Да, в данный временной промежуток цена около 3000 рублей. Вот так понятнее сформулируем. Здесь практически в два раза дешевле. Ну, сейчас будем решать и смотреть. Стоит она того или нет? Ну, давайте на аромат. Ну, аромат простой. Хотя это 4 года ж. Но цена... Цена дороже Дагестана, друзья мои. Ту-дум. А вот аромат. Не лучше, чем у Дагестана. Давайте я сейчас налью Дагестан. Полный обзор Дагестана 13 лет. Посмотрите, вот здесь вот по ссылочке. Отличный коньяк, который я тоже периодически употребляю и беру просто ради удовольствия, скажем так. Не для работы уже, а именно ради кайфануть. Хороший, отличный напиток. Вот я его сейчас налил, пусть тоже постоит чуток. Что нам еще немножечко о производителе стоит почитать? Буквально минутку, не больше. Пусть подышат. И один, и второй. Коньячная компания, которая была основана в начале 20 века, к Гастонам Тесандье, прадедам нынешних владельцев, хозяйство находится недалеко от города Коньяк, в регионе Бордери. Сын и внук основателя продолжили дело и развивали компанию. Значит, все-таки рядом с городом Коньяк, как я сказал в начале. Сын и внук основателя продолжили дело и развивали компанию, совершенствовав перегонное производство, экспортируя коньячные спирты. Таким известным компаниям, как Хеннесси, Реми Мартан и Камю. О, они поставляли дистилляты для таких мощных брендов. Это круто. Это позволило Тесандье стать одним из лидеров по выдержке коньяка. Сегодня продукция компании известна во всем мире, отличается безупречным качеством, которое подкреплено многолетним опытом и совершенствованием производства. Заводу принадлежит 14 погребов, общая площадь которых составляет 15 тысяч квадратных метров. Температура подачи 18-20 градусов. Ну что, давайте попробуем еще раз и сравним. Ну, чуть получше стало, кстати. Слушайте, ну... Здесь более такой... Конечно, да, здесь более такой выраженный аромат. Но он еще постоять должен. Он слишком мало постоял. Дагестан более ярок, но... Я вам скажу, Гранд Брей тоже неплох. Хотя... Вы знаете, 1600 рублей тут же в голове встает. Ладно бы, 500 рублей. Помните эти коньяки дешевые? Золотая выдержка, так называемый коньяк. Или из Бербаш 5 лет. Или Белый Аист из Белоруссии, Молдавский. Вот Белый... До сих пор я вам скажу, что Белый Аист наиболее пахучий из всех. Давайте пробуем. Давайте, кто не подписался, подписывайтесь, друзья мои. Вот. Буду очень рад, благодарен всем, кто принимает участие в развитии канала. Кто чем может. Поехали, друзья, за вас. На вкус он лучше, чем на аромат. Потому что аромат, на мой взгляд, примитивен. На вкус он лучше. Я порезал себе сырок, на всякий случай. Но пьется достаточно мягко. Я просто не ел ничего, поэтому зажую. Но, я вам скажу, очень мягко пьется. Очень мягко. Давайте нальем еще. Сравним с Дагестаном. Ну. В общем-то, внешний дизайн не вызывает вопросов. Скромный, со вкусом, что называется. Цена и вкус. Самого напитка. Вот здесь вот уже начинаются у меня некие вопросы. Ну, сейчас проверим. Дагестан вкуснее. Дагестан вкуснее тут даже в одни ворота. Ну, как, он 13 лет. Понимаете? 13 лет сразу чувствуется. Солидный вкус, многогранный. Интересный. Ну-ка, сейчас еще его. Речь идет о чем? Ну, возможно, коньяк качественный. Но большой вопрос, стоит ли он 1600 рублей. Потому что те коньяки, которые я пил, французские бренды. Круазье, Реми Мартан, Хеннесси. Вот ссылочка появится сейчас. Посмотрите, кто не видел. Три коньяка разных взял. Французских. Очень дорогой выпуск. Кстати, он самый смотрибельный. Лидер по просмотру на канале. Среди обзоров. Больших таких долгих выпусков. Вот. Но там совсем другая ароматика, ребята. Там просто подносишь к носу. Там сразу куча. Целый букет. Здесь все проще гораздо. Есть, да, какие-то оттеночки. Цветочные скорее. Цветочные оттенки, да. Цветочное что-то изюмное. Цветочное изюмное. И не очень насыщенное. Большой вопрос. Стоит ли платить за него 1600 рублей? Не знаю. А ну-ка напишите, пожалуйста, в комментариях. Что вы думаете по поводу этого коньяка? Это настоящий коньяк. Это не бренди. Из города Коньяк. Вот. Настоящий французский. Французские спирты. Розлив там. Во Франции. Не в России. Вот. Но я так понимаю, что он не является каким-то крутым напитком. Судя по тому, что я прочитал в описании. Сейчас выпьем. Я вам объясню свою точку зрения. Да. Он неплох. Он мягок. У него приятное послевкусие. Но в нем нет искры. Понимаете? Такой вот. Какой-то фишки. Вкусности. Это просто какой-то вот. Классический. Знаете? Коньяк. Вот. Вот мы вот сделали вам коньяк. И все. И вот пейте его. Это вот классическое что-то. Нет какого-то интересного. Интересного оттенка вкуса или аромата. У него. Вот в чем проблема. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Вот сейчас мы допьем Дагестан. Я в который раз удивляюсь. Насколько вкусно его делают. 1200 против 1600. Так вот. Когда я пил Курвазей и Реми Мартан. Были совсем другие ощущения. Совсем другие. От тех напитков. Там и вкус, и ароматика. И все-все-все. Я тоже их выставил. Они у меня стояли. 3-5 минут. В зависимости. Я не помню. От. От марки. Вот. Но вот. После того как они постояли. Чуть-чуть подышали. Это просто аромат огонь. Вкус огонь. Вот просто хочется пить. Пить. А здесь он какой-то пресный что ли. Если можно подобрать такое сравнение. Не знаю. Еще раз говорю. Кто пил его. Напишите свои ощущения от этого коньяка. Вот. Я бы не сказал что он плох. Нет. Ни в коем случае. Но пресловутые 1600 рублей. За 1600 рублей. Я возьму. Поинтересней. Среди армянских. Тех же самых найду. Допустим. Семилеточка. И дживан. Будга. Раздо круче. Вот. Давайте друзья. Допьем дагестанский. Ну да. Он более тонинный. Более солидный. Такой. Более интересный. Послевкусие. Конечно. В общем. Ребят. Как говорится. Берите. Кто еще не попробовал. Сделайте выводы сами. Там есть еще VS. Но VS. На мой взгляд. Будет еще проще. Возможно. Стоит попробовать XO. XO я не видел. Но я думаю. Что он есть. XO более крутая выдержка. И вот описание. Которое я по напитку читал. Видимо. Слизано с описания XO. Где не менее 10 лет. И так далее. Выдержка. Хотя XO 6. Вы будете писать в комментариях 6. И вы будете совершенно правы. Но XO 6 лет. Это старая градация. Буквально недавно. Стали маркировать аббревиатурой XO. Напитки от 10 лет. Вот буквально. Несколько лет назад. Решили переделать. Не то что переделать. Можно 6 лет. Замаркировать XO. Но вот сейчас. Типа бренды. Стараются делать 10 летние спирты. И писать XO на них. Вот так. Скажем так. То что я читал. А так ребята. Ну. Неплохо. Я с вами прощаюсь. Крепко жму руку. Надеюсь до новых роликов. Ваш Алка Сенсей. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.